Майор Ершов — Что сообщение из Москвы о ликвидации Коминтерна, что ли? — Да вы что, спятили? — спросил Мостовской, глядя в умные глаза Ершова, похожие на холодную, мутноватую весеннюю воду. — Может быть, америкашка спутал, — сказал Ершов и стал драть ногтями грудь. — Может быть, наоборот, Коминтерн расширяется. — Бригадный комиссар Осипов, ведавший политическим воспитанием большого воинского соединения, был тоже равнодушен к этой новости. Осипов сказал, — Генерал Гудь мне сообщил, вот через ваше интернациональное воспитание, товарищ комиссар, драп начался. — Да, надо было в патриотическом духе воспитывать народ, в русском духе. — Это как же, за бога царя отечеству усмехнулся Мостовской. — Да все ерунда, — нервно зевай, — сказал Осипов. — Тут дело не в ортодоксии. — Дело в том, что немцы шкуру с наш живьем сдерут, товарищ Мостовской, дорогой отец. В эту пору к Мостовскому впервые подошел иммигрант Чернецов. Прикрывая ладонью пустую глазницу, он заговорил о радиопередаче, подслушанной американцем. Так велика была потребность в этом разговоре, что Мостовской обрадовался. — Вообще-то источники не авторитетные, — сказал Мостовской. — Чушь, чушь. Чернецов поднял брови. Это очень нехорошо выглядело. Недоуменно и неврастенично поднятая над пустым глазом бровь. — Чем же, — спросил одноглазый меньшевик. — В чем невероятный? Господа большевики создали Третий интернационал, и господа большевики создали теорию так называемого социализма в одной стране. Сие соединение — суть нонсенс. Жареный лед. Георгий Валентинович в одной из своих последних статьй писал, социализм может существовать как система мировая, международная, либо не существовать вовсе. — Так называемый социализм? — спросил Михаил Седович. — Да-да, так называемый советский социализм. Словно вспоров толщу десятилетий, блеснуло острие их молодой вражды. И эта встреча в гитлеровском концлагере напомнила не только о многолетней ненависти, а и о молодости. Этот лагерный человек, враждебный и чужой, любил и знал то, что знал и любил в молодости Мостовской. Он, а не Осипов, не Иршов, помнил рассказы о временах Первого Съезда, имена людей, которые лишь им обоим остались небезразличны. Чувствуя, видимо, то, что чувствовал Мостовской, одноглазый меньшевик сказал со смешкой. Писатели трогательно описывали встречу друзей молодости. А что ж встреча врагов молодости? Вот таких седых, замученных старых псов, как вы и я. Мостовской видел слезу на щеке Чернецова. Оба понимали, лагерная смерть скоро заровняет, занесет песком все, что было в долгой жизни, и правоту, и ошибки, и вражду. Чернецов грустно кивнул. Да уж, действительно, нелегко вам. Гитлеризм, проговорил Мостовской. Гитлеризм, я не представлял себе подобного ада. Вам-то чего удивляться, сказал Чернецов. Вас террором не удивишь. И точно ветром сдуло то грустное и хорошее, что возникло между ними. Они заспорились с беспощадной злобой. Клевета Чернецова была ужасна тем, что питалась не одной лишь ложью. Он так и сказал Мостовскому. Вас, конечно, устраивает мысль, что в тридцать седьмом году были перегибы, а в коллективизации головокружение от успеха, и что ваш дорогой и великий несколько жесток и властолюбив. А суть в обратном. Как у вас любят писать, Сталин – это Ленин сегодня. Вам все кажется, что нищета деревни и бесправий рабочих – все это временные трудности роста. Пшеница, которую вы, истинное кулачье, монополисты, покупаете у мужика по пятаку за кило и продаете тому же мужику по рублю за кило, это и есть первооснова вашего строительства. – Вот и вы, меньшевик-эмигрант, говорите. Сталин – это Ленин сегодня, – сказал Мостовской. Мы – наследники всех поколений русских революционеров от Пугачева и Разина. Не ренегаты – меньшевики, бежавшие за границу, а Сталин – наследник Разина, добролюбого Герцена. – Да, да, наследники, – сказал Чернецов. – Знаете, что значили для России свободные выборы в учредительные собрания? В стране тысячелетнего рабства. За тысячу лет Россия была свободна немногим больше полугода. – Да вы что, впрянь дурак? – спросил Мостовской. – А величайшая социальная революция, экспроприации экспроприаторов, фабрики, заводы, отнятые от капиталистов? А земля, забранную у помещиков, проглядели? А всеобщая грамотность, а тяжелая промышленность, а вторжение рабочих и крестьян во все области человеческой деятельности? – Жалко вас делается. – Знаю, знаю, – сказал Чернецов. – С фактами не спорят, их объясняют. – Ваши маршалы и писатели, и доктора наук, художники и наркомы – не слуги пролетариат. Они – слуги государства. А уж тех, кто работает в поле и цехах, я думаю, и вы не решитесь назвать хозяевами. Какие уж они хозяева? Он вдруг наклонился к Мостовскому и сказал – «Между прочим, из всех вас я уважаю лишь одного Сталина. Он ваш каменщик, а вы чистоплюй. Сталин-то знает железный террор, лагеря, средневековые процессы ведьм. Вот на чем стоит социализм в одной отдельно взятой стране». Михаил Сидорович сказал Чернецову – «Любезный, все это гнусь мы слышали. Знаете, что меня действительно удивляет? К чему вас гитлеровцы держат в лагере? Зачем? Нас они ненавидят до иступления, тут все ясно. Но зачем вас и подобных вам держать Гитлеру в лагере?» Чернецов усмехнулся. Лицо его стало таким, каким было в начале разговора. «Да вот видите, держат», – сказал он, – «не пускают». «Вы походатствуйте, может быть, меня и отпустят?» Но Мостовской не хотел шутить. «Вы с вашей ненавистью к нам не должны сидеть в гитлеровском лагере. И не только вы, вот и этот субъект». И он указал на подходившего к ним иконникова моржа. Лицо и руки иконникова были запачканы глиной. Он сунул Мостовскому несколько грязных, исписанных листков бумаги и сказал, «Прочтите, может быть, придется завтра погибнуть». Мостовской, пряча листки под тюфяк, раздраженно проговорил, – «Прочту». «Почему это вы собрались покинуть сей мир?» «Знаете, что я слышал? Котлованы, которые мы выкопали, назначены для газовни. Сегодня уже начали бетонировать фундаменты». «Об этом ходил слух», – сказал Чернецов, – «еще когда прокладывали широкую колею». «А мы продолжали работать?» – спросил иконников морж. «Участвовали в подготовке ужаса!» Чернецов пожал плечами. «Вы что думаете, мы в Англии? Восемь тысяч откажутся от работы и всех убьют в течение часа». «Нет, не могу», – сказал иконников морж. «Не пойду, не пойду». «Если откажетесь работать, вас скокнут через две минуты», – сказал Мостовской. «Да», – сказал Чернецов, – «можете поверить этим словам. Товарищ знает, что значит призывать к забастовке в стране, где нет демократии». Его расстроил спор с Мостовским. Прислушиваясь к разговорам лагерников, он часто ловил слово «Сталинград». С ним, хотел он этого или нет, связывалась судьба мира. Ершов присел на нары, сказал тихо и внятно. «Михаил Сидорович». Мостовской приподнялся на локте, посмотрел на него. «Михаил Сидорович, задумал я большое дело. Буду с вами о нем говорить. Пропадать так с музыкой». Он говорил шепотом, и Мостовской, слушая Ершова, стал волноваться. «Чудный ветер коснулся его». «Время дорого», — говорил Ершов. «Если этот чертов Сталинград немцы захватят, опять заплесневают люди». Ершов предполагал создать боевой союз военнопленных. Глядя поверх нар в мутный полусвет барака, он сказал, «Есть ребята с военного завода. Они мне верят, будем накапливать оружие. Размахнемся. Связь с десятками лагерей, боевые тройки, единство с немецкими подпольщиками, террор против изменников, конечная цель, всеобщее восстание, единая свободная Европа». Мостовской повторил «Единая свободная Европа». «Ах, Ершов, Ершов, я не треплюсь. Наш разговор — начало дела. Вы немецкий, английский и французский знаете. Тысячи связей вяжутся», — сказал Ершов. «Какой вам еще коминтерн? В лагернике всех стран соединяйтесь». Глядя на Ершова, Михаил Сидорович произнес давно забытые им слова «Народная воля» и удивился, почему именно эти слова вдруг вспомнились ему. А Ершов сказал, «Надо переговорить с Осиповым». Мозг майора Ершова днем и ночью работал с неослабевающим напряжением. Ершов обдумывал план подполья, охватывающего лагерную Германию. Майор Ершов знал лагерную жизнь, видел силу подкупа, страха, жажду набить желудок, и все же в мыслях оборванного пленного майора не было фантазерства. В мрачное время стремительного немецкого продвижения на Восточном фронте он поддерживал своих товарищей веселыми, дерзкими словами, уговаривал опухавших бороться за свое здоровье. Люди чувствовали веселый жар, шедший от Ершова. Такое простое, всем нужное тепло исходит от русской печи, в которой горят березовые дрова. Должно быть, это доброе тепло, а не только сила ума и сила бесстрашия, поспособствовало майору Ершову стать главарем советских военнопленных командиров. Ершов давно понял, что Михаил Сидорович первый человек, которому он откроет свои мысли. Он лежал на нарах с открытыми глазами, смотрел на шершавый дощатый потолок, словно изнутри гроба на крышку, а сердце билось. Здесь, в лагере, он как никогда за тридцать три года своей жизни переживал ощущение собственной силы. Жизнь его до войны была нехороша. Отца его, крестьянина Воронежской губернии, раскулачили в тридцатом году. Ершов служил в эту пору в армии. Ершов не порвал связи с отцом. Его не приняли в академию, хотя он сдал приемный экзамен на отлично. С трудом удалось Ершову закончить военное училище. Назначение он получил в райвоенкомат. Отец его, спецпереселенец, жил в это время с семьей на Северном Урале. Ершов взял отпуск и поехал к отцу. От Свердловского он ехал 200 километров по узкоколейке. Дважды поезд задерживали, конвойная стража искала заключенного, совершившего побег. Ночью поезд стоял на разъезде, ждал встречного, и Ершов не спал, слушал лай овчарок, свистки часовых. Возле станции находился большой лагерь. Ершов доехал до конечного пункта узкоколейки лишь на третий день. И хотя на воротнике его были лейтенантские кубари, а документы и литеры были выправлены по правилам, он при проверках документов все ждал, что ему скажут «А ну бери мешок и отведут в лагерь». Потом он ехал 70 километров в кузове попутной полуторки. Дорога шла среди болот. Машина принадлежала совхозу имени ОГПУ, где работал отец Ершова. В кузове было тесно, ехали на лагпункт спецпереселенцы-рабочие, которых перебрасывали на лесоповал. Ершов пробовал расспрашивать их, но они отвечали односложно, видимо, боялись его военной формы. К вечеру грузовик пришел в деревушку, лепившуюся между опушкой леса и краем болота. Он запомнил закат, такой тихий и кроткий, среди лагерного северного болота. Избы при вечернем свете казались совершенно черными, вываренными в смоле. Он вошел в землянку, вместе с ним вошел вечерний свет, а навстрече ему встали сырость, духота, запах нищей пищи, одежды и постели, дымное тепло. Из этой темноты возник отец, худое лицо, прекрасные глаза, поразившие Ершова своим непередаваемым выражением. Старые, худые, грубые руки обняли шею сына, и в этом судорожном движении измученных старческих рук, обхвативших шею молодого командира, была выражена робкая жалоба и такая боль, такая доверчивая просьба о защите, что только одним мог ответить на все это. Ершов заплакал. Потом они постояли над тремя могилами, мать умерла в первую зиму, старшая сестра Анюта на вторую, Маруся на третью. Кладбище в лагерном крае слилось с деревней, и тот же мох рос под стенами изб и на скатах землянок, на могильных холмах и на болотных кочках. Так и останутся мать и сестры под этим небом, и зимой, когда холод вымораживает влагу, и осенью, когда кладбищенская земля набухает от подступающей к ней темной болотной жижи. Ночью отец рассказывал. Он говорил спокойно, негромко. На ящике, прикрытом газетой, лежали привезенные сыном угощения, стояла пол-литровка. Отец рассказывал о голоде, о смерти деревенских знакомых, о сошедших с ума старухах, о детях, тела их стали легче балалайки, легче куренка. Он рассказывал сыну о пятидесятидневной зимней дороге в теплушке с дырявой крышей, об умерших, ехавших в эшелоне долгие сутки вместе с живыми. Рассказывал, как спецпереселенцы шли пешком и женщины несли детей на руках. Прошла эту пешую дорогу больная мать Ершова, тащилась в жару с потемневшим разумом. Он рассказал, как привели их в зимний лес, где ни землянки, ни шалаша, и как начали они там новую жизнь, разводя костры, устраивая постели из еловых веток, растапливая в котелках снег, как хоронили умерших. «Все воля Сталинова», сказал отец, и в словах его не было гнева, обиды, так говорят простые люди о могучей, не знающей колебаний судьбе. Ершов вернулся из отпуска и написал заявление Калинину, просил о высшей немыслимой милости простить невинного, просил, чтобы разрешили старику приехать к сыну, но письмо его не успело дойти до Москвы, а Ершова уже вызвали к начальству, имелось заявление, донос о его поездке на Урал. Ершов уволили из армии, он поступил на стройку, решил подработать денег и поехать к отцу, но вскоре пришло письмецо с Урала «Извещение о смерти отца». На второй день после начала войны лейтенант запаса Ершов был призван. В бою под Рословлем он заменил убитого командира полка, собрал бегущих, ударил по противнику, отбил речную переправу, обеспечил отход тяжелых орудий резерва главного командования. Чем больше становилась тяжесть, ложившаяся на его плечи, тем сильнее были его плечи. он и сам не знал своей силы. Покорность, оказалось, не была свойственна его натуре. Он чувствовал, ему было ясно, что, борясь с немцами, он борется за свободную русскую жизнь. Победа над Гитлером станет победой и над теми лагерями смерти, где погибли его мать, сестры, отец. Кто войдет в подпольный штаб? Пять имен возникли в его голове. Мелкие житейские слабости, чудачества, все по-новому представилось ему. Незначительное приобретало вес. Угудзя генеральский авторитет, но он безволен, трусоват, видимо, не образован. Он хорош, когда при нем умный зам, штаб. Он ждет, чтобы командиры оказывали ему услуги, подкармливали его и принимает их услуги как должное без благодарности. Кажется, повара своего вспоминает чаще, чем жену и дочерей. Много говорит об охоте, утке, гусе. Службу на Кавказе вспоминает по охоте кабаны и козы. Видно, сильно выпивал хвостун. Часто говорит о боях сорок первого года. Кругом все были неправы, и сосед слева, и сосед справа. Генерал Гуць был всегда прав. Никогда не винит в неудачах высшее военное начальство, в житейских делах и отношениях опытен, тонок, как тертый писарь. А в общем, была бы воля Ершова, он генералу Гудзю полком не доверил бы командовать не то, что корпусом. Бригадный комиссар Осипов умен. То вдруг скажет с усмерщикой словцо о том, как собирались воевать малой кровью на чужой территории, глянет карим глазом, а через час он же каменно, жестко отчитает усомнившегося, прочтет проповедь. О военном поражении первых месяцев войны говорил умно, но в нем нет горя, говорит с какой-то безжалостностью шахматиста. Опыт у Осипова огромный, знание людей. Иногда Осипов рассказывал смешные истории о знаменитых военных людях, называл их Семен Буденный, Андрюша Еременко. Однажды он сказал Ершову Тухачевский, Егоров, Блюхер виноваты так, как я да ты. А Кириллов рассказывал Ершову, что в тридцать седьмом году Осипов был заместителем начальника академии, беспощадно разоблачал десятки людей, объявлял их врагами народа. Он очень боится болезней, щупает себя, высовывает язык и, скосив глаза, смотрит, не обложен ли, а смерти, видно было, не боялся. Кириллов этот умный, но какая-то в нем разболтанность, подмечает всякую мелочь, а смотрит на все усталыми, полузакрытыми глазами, как будто безразличен ко всему, а ночью плакал на нарах, на вопрос Ершова долго молчал, потом сказал негромко, Россию жалко, но вокхи он какой-то, мягкий, нет, нет, не годится Кириллов штаб, куда ему людей тянуть, он сам еле тянется, вот Мостовской, в нем и образованность ахнишь, и воля железная, говорили, что на допросах кремнем держался, но удивительно, нет людей, которым не было бы у Ершова придирки, на днях он упрекнул Мостовского, зачем вы, Михаил Сильевич, со всей этой шпаной разговоры чешете, вот с этим и Конниковым, моржом малахольным и с этим эмигрантом под лицом одноглазым, Мостовской насмешливо сказал, вы думаете, я поколеблюсь в своих взглядах, стану евангелистом или даже меньшевиком? Отчерт их знает, сказал Киршов, не тронь дерьма, чтоб не воняло, сидел этот морж в наших лагерях, теперь его немцы таскают на допросы, себя продаст, и вас, и тех, кто к вам льнет. А вывод получался такой, для работы в подполье идеальных людей нет, нужно мерить силу и слабость каждого. Мостовской в Ашрауме столкнулся с Осиповым. Бригадный комиссар при тусклом свете худосочного электричества стирал портянки над жестяным желобом. Хорошо, что я вас встретил, сказал Мостовской, мне надо поговорить с вами. Осипов кивнул, оглянулся, обтер мокрые руки об ока, они присели на цементированный выступ стены. Так я и думал, наш пострел везде поспел, сказал Осипов, когда Мостовской заговорил с ним о Ершове. Он погладил руку Мостовского своей влажной ладонью. Товарищ Мостовской, сказал он, меня восхищает ваша решимость. Вы, большевик ленинской когорты, для вас не существует возраста. Ваш пример будет поддерживать всех нас. Он заговорил негромко, товарищ Мостовской, наша боевая организация уже создана. Мы решили до поры не говорить вам об этом, хотели сберечь вашу жизнь, но, видно, для соратников Ленина нет старости. Я скажу вам прямо, Ершову мы не можем доверять. Как говорится, объективка на него совсем плохенькая, кулачок озлоблен репрессиями. Но мы реалисты, пока без него не обойтись. Нажил себе дешевую популярность, приходится считаться с этим. Вы лучше меня знаете, как партии умело использовать на известных этапах подобных людей. Но вы должны знать наш взгляд на него, постольку, поскольку, до поры, до времени. Товарищ Осипов, Ершов пойдет до конца, я не сомневаюсь в нем. Слышно было, как стучат капли, падая на цементный пол. Вот что, товарищ Мостовской, медленно сказал Осипов, от вас секретов у нас нет. Здесь находится заброшенный из Москвы товарищ, могу назвать его котиков. Это и его точка зрения на Ершова, не только моя. Его установки для всех нас, коммунистов, закон, приказ партии, приказ Сталина в чрезвычайных условиях. Но мы с этим вашим крестником, властителем дум, будем работать. Решили и будем. Важно лишь одно, быть реалистами, диалектиками, да не вас нам учить. Мостовской молчал. Осипов обнял его и трижды поцеловал в губы. На глазах его заблестели слезы. Я вас целую, как отца родного, сказал он, а хочется мне вас перекрестить, как в детстве меня мать крестила. И Михаил Сидорович почувствовал, что невыносимое мучительное ощущение сложности жизни уходит. Вновь, как в молодое время, мир показался ему ясным и простым, разделился на своих и чужих. Ночью в особый барак пришли эсэсовцы и увели шесть человек. Среди них был Михаил Сидорович Мостовской. В первый день работала проволочная связь. От долгого безделья и отчужденности от жизни дома 6-1 девушке радистке стало невыносимо тоскливо. Но и этот первый день в доме 6-1 многое подготовил для сближения ее с жизнью, которая ей предстояла. Она узнала, что в развалинах второго этажа сидят наблюдатели-артиллеристы, передающие данные в Заволжье, что старший на втором этаже лейтенант в грязной гимнастерке с постоянно сползающими со вздернутого носа очками. Она поняла, что сердитый сквернослов старик попал сюда из ополчения и гордится своим званием командирами наметного расчета. Между высокой стеной и холмом кирпичного лома располагались саперы. Там царствовал полный человек, который ходил, покрякивая и морщась, словно страдал от мозолей. Единственный в доме пушкой командовал лысый в матросской тельняшке человек. Фамилия его была Коломейцев. Катя слышала, как Греков крикнул «Эй, Коломейцев, ты, я вижу, опять мировую цель проспал!» Пехотой и пулеметами верховодил младший лейтенант со светлой бородой. Лицо его в рамке бороды казалось особенно молодым, а лейтенант вероятно считал, что борода ему придает вид тридцатилетнего пожилого. Днем ее покормили, она поела хлеба, бараньей колбасы, потом она вспомнила, что в кармане гимнастерки у нее лежит конфета и незаметно сунула конфету в рот. После еды ей захотелось спать, хотя стреляли совсем близко. Она заснула, во сне продолжала сосать конфету, продолжала томиться, тосковать, ждать беды. Вдруг у шеи ее достиг протяжный голос. Не открывая глаз, она вслушивалась в слова. Как вино печаль минувших дней, в моей душе чем старе, тем сильнее. В каменном колодце, освещенном вечерним газообразным янтарем стоял взъерошенный грязный малый и держал перед собой книжку. А на красных кирпичах сидели пять-шесть человек. Греков лежал на шинели, подперев подбородок кулаками. Парень, похожий на грузина, служил недоверчиво, как бы говорил, нет, меня не купишь такой ерундой, брось. От близкого разрыва встало облако кирпичной пыли, и, казалось, заклубился сказочный туман. Люди на кровавых грудах кирпича и их оружие в красном тумане стали, как в грозный день, о котором рассказано в слове о полку Игореве. И неожиданно сердце девушки задрожало от нелепой уверенности, что ее ожидает счастье. День второй. В этот день произошло событие, взбудоражившее ко всему привыкших жильцов дома. На втором этаже ответственным съемщиком был лейтенант Батраков. При нем находились вычислитель и наблюдатель. Катя по нескольку раз на день видела их, унылого Лампасова, хитроумного и простодушного Бунчука, странного, все время улыбающегося самому себе очкастого лейтенанта. В минуты тишины сверху через пролом в потолке бывали слышны их голоса. Лампасов до войны имел отношение к куроводству, беседовал с Бунчуком об уме и вероломных повадках кур. Бунчук, припав к стереотрубе, протяжно нараспев докладывал, ось бачу скалача и дэ фрыцевска автомобильна, колонна и дэ средня танка. Идуть фрыцы пишки до батальону, у трех местах, як и вчора, кухни дымять, идуть фрыцы с котелками. Некоторые его наблюдения не имели стратегического значения и представляли лишь житейский интерес. Тогда он пел, ось бачу фрыцевский командир гуляя с собачкой, собачкой нюхая стовбыка, божая оправиться, так воной е, мабуть сучка, офицер стоит, чекай. Ось две дивки городские балакают с фрыцарскими солдатами, рыгочут, солдат выимая сигареты, и дна дивка берет, пуская дым, друга головой мотая, мабуть каже, я не куряща. И вдруг Бунчук все тем же певучим голосом доложил, ось, бачу, на плацу построена полнокровно пехота, стоит оркестра, на самой среды неякость трибуна, нить, цедрова сложены. Потом он надолго замолчал, а затем голосом полным отчаяния, но все же протяжным произнес, ой, бачу, товарищ лейтенант, ведут женщину в сорочце, вона щас кричить, оркестра гра, цю женщину привязывают до столба, ой, бачу, товарищ лейтенант, колоней хлопшик, и его привязывают, товарищ лейтенант, очи мои не давылись, два фрыца льют бензин с бачком. Батраков передал о происшествии по телефону в Заволжье, он припал к стереотрубе и огонь заорал он страшным голосом и повернулся в сторону Заволжье, но Заволжье молчало, а через несколько минут место казни было накрыто сосредоточенным огнем тяжелого артиллерийского полка. Плац закрыло облаками дыма и пыли. Несколько часов спустя стало известно через разведчика Климова, что немцы собирались сжечь цыганку и цыганенка заподозренных в шпионаже. Накануне Климов оставил старухе, жившей в погребке с внучкой и козой пару грязного белья, портянки и обещал на завтра зайти за постиранным бельем. Он хотел разузнать у старухи про цыганку и цыганенка. Убило их советскими снарядами или они успели сгореть на немецком огне. Климов прополз среди развалин по ему одному ведомым тропинкам, но на месте, где находилась землянка, советский ночной бомбардировщик положил тяжелую бомбу. Не стало ни бабушки, ни внучки, ни козы, ни климовских рубахи и подштанников. Он обнаружил лишь между расщепленными бревнами и лоптями штукатурки грязного котенка. Котенок был никудышный, ни о чем не просил и ни на что не жаловался. Считал, что этот грохот, голод, огонь и есть жизнь на земле. Климов так и не мог понять, почему вдруг ссунул котенка в карман. Катю удивляли отношения людей в доме 6-1. Разведчик Климов докладывал Грекову не по форме стоя, а сел рядом с ним, говорили они словно товарищ с товарищем. Климов прикурил свою папироску от папиросы Грекова. Закончив рассказ, Климов подошел к Кате и сказал, девушка, вот какие жуткие дела бывают на свете. Она вздохнула, покраснела, ощутив на себе его колющий и режущий взгляд. Он вытащил из кармана котенка, положил его на кирпич рядом с Катей. В этот день десяток людей подходили к Кате, они заговаривали с ней на кошачьи темы, но никто не говорил о случае с цыганкой, хотя случай этот растревожил всех. Те, кто хотел завести с Катей чувствительные и откровенные разговоры, говорили с ней насмешливо, грубо. Те, кто замышлял с бесхитростной простотой переспать с ней, заговаривали церемонно с елейной деликатностью. У котенка сделалась трясучка, и он дрожал всем телом, видимо, был контужен. Старик-бинометчик морщась проговорил, пришибить его, и все. И тут же добавил, ты бы с него блох выбрала. Второй минометчик, красивый, смуглый ополченец ченцов, посоветовал Кате, выкиньте эту погонь, девушка, был бы сибирский. Мрачный, с тонкогубым и злым лицом солдат Саперляхов один лишь действительно интересовался кошкой, и был безразличен к прелестям радистки. Когда мы в степи стояли, сказал он Кате, как шарахнет на меня, я подумал снаряд на излете, а это заяц до вечера со мной сидел, а затихло ушел. Он сказал, вот вы девушка, все-таки понимаете, он бьет из сто восьмимиллиметрового, разведчик над Волгой летает, а заяц дурачок ничего не разбирает, он миномета от гаубицы не отличит. Немец навесил ракет, а его трясет, разве ему объяснишь? Вот поэтому их и жалко. Она, чувствуя серьезность собеседника, также серьезно ответила, я не вполне согласна, собаки, например, разбираются в авиации. Когда мы стояли в деревне, там был один керзон, дворняга, идут наши ивы, он лежит и даже головы не подымет, а чуть заноет юнкерс, и этот керзон бежит в щель, без пол-литра разбирался. Воздух дрогнул, от поганого дерущего скрипа заиграл двенадцатиствольный немецкий ванюша, ударил железный барабан, черный дым смешался с кровавой кирпичной пылью, посыпался грохочущий камень. А через минуту, когда стала оседать пыль, Радиско и Ляхов продолжали разговор, точно не они падали на землю. Видимо, и Катю заразила самоуверенность, ушедшая от людей в окруженном доме. Казалось, они были убеждены, что в разваленном доме все хрупко-ломко и железо и камень только не они. А мимо расщелины, в которой они сидели, с воем и свистом пронеслась пулеметная очередь, за ней вторая. Ляхов сказал, весной мы под Светогорском стояли, и как засвистит над головой, а выстрелов не слышно, ничего не поймешь. А это оказалось, скворцы научились передразнивать пулю. Командир у нас был старший лейтенант, и тот нас по тревоге поднял, так они засвистели. Дома я себе войну представляла, дети кричат, все в огне, кошки бегают. Приехала в Сталинград, все так и оказалось. Вскоре к радистке венгровой подошел бородатый Зубарев. Ну, как, участливо спросил он, живет молодой человек с хвостом и приподнял обрывы к портянке, прикрывавшей котенка. Ох, какой бедный, какой слабый, говорил он, а в глазах его блестело нахальное выражение. Вечером после короткого боя немцам удалось немного продвинуться во фланг дома 6-1, преградить пулеметным огнем дорогу между домом и советской обороной. Проволочная связь со штабом стрелкового полка прервалась. Греков приказал пробить ходок из подвала к подземному туннелю, проходившему неподалеку от дома. «Взрывчатка есть», сказал Греков широкотелый старшина Анциферов, держа в одной руке кружку с чаем, в другой огрызок сахара. Жильцы дома, рассевшись в яме у капитальной стены, беседовали. Казнь цыганки взволновала всех, но никто по-прежнему не заговаривал об этом. Казалось, людей не волновало окружение. Странным было Кате это спокойствие, но оно подчиняло себе, и самое страшное слово окружение не было ей страшно среди самоуверенных жильцов дома. Ей не было страшно и тогда, когда где-то совсем рядом скрижетнул пулемет, и Греков кричал «Бей, бей, вот они полезли!» Ей не было страшно, когда Греков говорил «Кто что любит граната, нож, лопатка вас учить портить? Только прошу, бей, кто чем любит!» В минуты тишины жильцы дома обсуждали, не торопясь и обстоятельно, наружность радистки. Батараков Батараков, который, казалось, был не от мира сего, да и к тому же и близорук, обнаружил осведомленность во всех статьях Катиной красоты. А в это время Греков диктовал венгровые донесения. Он сообщал штабу армии, что по всем признакам немцы готовят удар, что по всем признакам удар этот придется по тракторному заводу. Он не сообщил только, что по его мнению дом, в котором он засел со своими людьми, будет находиться на оси немецкого удара. Но, глядя на шею девушки, на ее губы и полуопущенные ресницы, он представлял себе и очень живо представлял и эту худенькую шею, переломленной, с вылезающим из-под разодранной кожи перламутрово белым позвонком, и эти ресницы над застекленевшими рыбими глазами, и мертвые губы, словно из серого и пыльного каучука. И ему хотелось схватить ее, ощутить ее тепло, жизнь, пока и он, и она не ушли еще, не исчезли, пока столько прелести было в этом молодом существе. Ему казалось, что из одной лишь жалости к девушке хотелось обнять ее, но разве от жалости шумит в ушах, кровь ударяет виски. Штаб ответил не сразу. Греков потянулся так, что кости сладко хрустнули, шумно вздохнул, подумал, ладно, ладно, ночь впереди, спросил ласково, как же этот котенчик поживает, что Климов принес, поправился, окреп, какой там окреп, ответил радиск. Когда Катя представляла себе цыганку и ребенка на костре, пальцы у нее начинали дрожать, и она косилась на греково, замечает ли он это. Вчера ей казалось, что никто с ней не будет разговаривать в доме 6-1, а сегодня, когда она ела кашу, мимо нее пробежал с автоматом в руке бородатый и крикнул, как старый знакомый, Катя больше жизни, и показал рукой, как надо смаху запускать ложку в котелок. Парня, читавшего вчера стихи, она видела, когда он тащил на плащ-палатке мины. В другой раз она оглянулась, увидела его, он стоял у котла с водой, она поняла, что он смотрел на нее, и потому она оглянулась, а он успел отвернуться. Она уже догадывалась, кто завтра будет ей показывать письма и фотографии, кто будет вздыхать и смотреть молча, кто принесет ей подарок полфляги воды, белых сухарей, кто расскажет, что не верит в женскую любовь и никогда уже не полюбит. А бородатый пехотинец, наверное, полезет лапать ее. Наконец, штаб ответил. Катя стала передавать ответ Грекову. «Приказываю вам ежедневно в 19.00 подробно отчитываться». Вдруг Греков ударил ее по руке, сбил ее ладонь с переключателя. Она испуганно вскрикнула. Он усмехнулся, сказал, «Осколок мины попал в радиопередатчик. Связь наладится, когда Грекову нужно будет». Радиска растерянно смотрела на него. «Прости, Катюша», сказал Греков и взял ее за руку. Под утро из полка Березкина в штаб дивизии сообщили, что окруженные в доме 6-1 люди прорыли ход, столкнувшийся с заводским бетонированным туннелем и вышли в цех тракторного завода. Дежурный по штабу дивизии сообщил об этом в штаб армии. Там доложили генералу Крылову, а Крылов приказал доставить к нему для опроса одного из вышедших. Офицер связи повел паренька, выбранного дежурным по штабу, на командный пункт армии. Они пошли оврагом к берегу и паренек дорогой вертелся, задавал вопрос и беспокоился. «Мне нужно домой возвращаться, я только разведать туннель должен был, чтобы раненых вынести». «Ничего», отвечал офицер связи. «Идешь к командирам постарше твоего, что прикажут, то и будешь делать». Сережа Шапошников провел двое суток в блиндаже охраны штаба. Штабная жизнь томила его, казалось, люди с утра до вечера маялись в безделье. Жизнь в доме шесть дробь один заслонила все, что было прежде. Хотя эта жизнь была невероятна, она оказалась единственной действительностью, а все прежнее стало мнимым. Для Сережи, прожившего всю жизнь в интеллигентной среде, стала очевидна правота бабушки, всегда твердившей, что простые рабочие люди хорошие люди. Но умненький Сережа сумел заметить бабушкин грех. Она все же считала простых людей простыми. В доме шесть дробь один люди не были просты. Греков поразил как-то Сережу словами «Нельзя человеком руководить как овцой». На что уж Ленин был умный, и тот не понял. Революцию делают для того, чтобы человеком никто не руководил. А Ленин говорил, раньше вами руководили по-глупому, а я буду по-умному. Сейчас в штабном блиндаже Сережи каждая минута, проведенная вне дома шесть дробь один, казалась томительно длинной. Немыслимым казалось слушать разговоры о дневальстве, о вызовах к начальникам отделов. Он стал представлять себе, что вечером в тихий час все снова говорят о радиске. Жильцы дома были замечательными, сильными, отчаянными людьми, а она сидит беспомощно и ждет своей судьбы. Убью, подумал он, но неясно понимал, кого он убьет. Куда уж ему он ни разу не поцеловал девушки, а эти дьяволы опытные, конечно, обмануты ее, задурят. Он много слышал историй о медсестрах, телефонистках, дальномерщицах и приборисках, девчонках-школьницах, ставших против воли ППЖ, командиров полков, арт-дивизионов. Эти истории его не волновали и не занимали. Он поглядел на дверь блиндажа. Как раньше ему не приходило в голову, никого не спрашивая, встать да пойти. Он встал, открыл дверь и пошел. История Дафниса и Хлои постоянно трогает сердца людей не потому, что их любовь родилась под синим небом среди виноградных лоз. История Дафниса и Хлои повторяется всегда и всюду и в душном пропахшем жареной треской подвале и в бункере концентрационного лагеря и под щелканье счетов в учрежденческой бухгалтерии и в пыльной мути предельного цеха. И эта история вновь возникла среди развалин подвое немецких пикировщиков там, где люди питали свои грязные и потные тела не медом, а гнилой картошкой и водой из старого отопительного котла, возникла там, где не было задумчивой тишины, а лишь битый камень, грохот и зловоние. Продолжение следует...